Мы фактически увидели, как вчера уже забиты были аэропорты в Российской Федерации, люди пытаются уехать. Я даже вчера показывала скрины, что уже билетов нет, мы это все показывали в прямом эфире, показывали эти колоссальные суммы за те единичные билеты, которые еще остались до Еревана и до Тбилиси. Там около 3000 долларов необходимо было выложить, чтобы вылететь. Вот та реакция россиян на мобилизацию, об этом тоже бы хотелось с вами поговорить. И вспомним, что там около 80% была информация из той же Российской Федерации поддерживает так называемую специальную военную операцию. Но по факту мы видим, что на самом деле это число в три, судя по тому, как бегут из Российской Федерации мужчины, это подтверждает то, что на самом деле не такое большое количество и поддерживает эту СВО. Песков сегодня, пресс-секретарь Путина, назвал реакцию россиян на мобилизацию, цитирую, истерической и чрезвычайно эмоциональной. Вот так вот, если коротко охарактеризовать, что он сказал о том, что происходит в Российской Федерации эти два дня, как бы вы могли охарактеризовать вот эту реакцию россиян на проведение мобилизации? Какими терминами вы могли бы озвучить, что происходит сейчас в России? В первую очередь то, что провал всей политики Путина, и они не просчитали ситуацию, я прямо так скажу, как будет реакция россиян. Они боялись мобилизации, думали, что действительно может быть реакция. Я считаю, что и администрация Путина, спецслужбы, которая работает по россиянам же, по регионам, недостаточно четко оценили ситуацию, что протест будет нарастать очень сильно. Это угроза уже режиму, не просто угроза срыва мобилизации и, например, агрессии против наших государств, это одна тема. Это угроза массовых выступлений, а в России есть традиция. Если начинаются массовые волнения, тем более тотальные, не политические, а связанные с возможными, так сказать, жертвами, тут уже начнется массовая реакция. Но тут еще не нужно недооценивать ситуацию. Он имеет больше миллиона силовиков, которые контролируют все регионы. Поэтому на первом этапе он еще вот эти движения может сдерживать, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, где более организованные, молодые, просвещенные. В регионах он думает собрать часть людей и, конечно, кинуть на войну. Поэтому в данной ситуации сейчас важен переходной этап. Насколько он сможет собрать именно там мобилизированных, особенно в глубинке, не на национальных республиках, потому что там уже протесты растут, а вот в глубинке, где спокойно еще идут на вот эти все призывы. И тут уже, конечно, нам нужно очень мощно работать в информационном плане, чтобы именно поддерживать такие настроения. Конечно, и международное общество очень мощно свои ресурсы для того, чтобы показать, что они готовы, например, даже принимать определенных граждан, которые будут убегать, фактически нейтрализуя их резервы. И третья составляющая, конечно, показать им конкретно, что их тут никто не ждет, они потеряют жизнь. И те мобилизированные, и семьи их, соответственно, это очень большая информационная работа до того. И с другой стороны, конечно, успехы на фронте. Если мы сейчас будем дальше очень активно двигаться, мы движемся. Даже вот сегодня с утра наша южная команда оказала, что мы постепенно продвигаемся дальше. Как и на востоке. Это уже не прорывы большие, но это этапы. И еще второй фактор, который важно сейчас действовать на массовые выступления. Уже даже по независимым, условно независимым исследовательским центрам России, да, многие поддерживают Путина еще, но до 70% уже не хотят идти на войну. Это, естественно, левата, центры и другие. Почему? Потому что погибают. Не за то, что они за Украину. Не хотят погибать именно на поле боя. Они понимают, что их бросает в топку войны на убой. Вот это важнейшее составляющее, которое изменяет принципиальное видение россиян. Но тут, я еще говорю, нам нужно не расслабляться. Потому что часть людей, которые мобилизированы, даже не подготовлены сильно. Они, конечно, будут составлять большую массу. Они будут еще бросать старую технику в больших количествах. Конечно, нам придется воевать, концентрировать лучшие наши части на основных направлениях. Передавая техникой, особенно новое вооружение, которое сейчас и Лист Расс, и Байден, и Энтони Блинкен четко указывают, и Ненц, и рядных стран с Кальдинавией. Это то, что сегодня именно идет в плане подготовки вот этой мобилизации с нашей стороны. Мы не расслабляемся, усиляем позиции и покажем, как они будут, так сказать, мы будем защищаться, и они будут гибнуть. И вот это перспектива падения режима. Но она пройдет тяжелый еще этап.